Погонять мяч на свежем воздухе или провести время с друзьями за развивающими играми. Долгожданное лето обещает море веселья подрастающему поколению. Однако большинство родителей предпочитает, чтобы все эти развлечения проходили не только весело, но и безопасно. В начале июня по всему Щелковскому району стартовала оздоровительная летняя кампания для детей. Заработали 26 лагерей дневного пребывания и два крупных загородных центра «Лесная сказка» и «Юнармеец». Воездное совещание провели представители районного совета депутатов. Проверили, насколько качественно реализуется летняя кампания. Депутатский контроль за выполнением различных программ, которые идут прежде всего сейчас, направлен на то, чтобы проконтролировать, как же у нас реализуется летняя оздоровительная кампания. На данный момент более полутора тысяч детей проводят время в лагерях дневного пребывания, действующих на базе школ района. А здесь день начинается в 8.30 и заканчивается от половины третьего до пяти часов вечера. В зависимости от того, предусмотрен ли дневной сон. Ну и, конечно, трехразовое питание обязательно. Какой возраст в основном? От 7 до 11 лет. От 7 до 11 лет. И во сколько у вас лагерь начинается, во сколько заканчивается? Уже депутаты знакомятся с работой лагерей? Мы начинаем работать в 8.30, заканчиваем в 14.15. За это время трехразовое питание. В этот раз лагеря дневного пребывания развернулись не только на базе общеобразовательных школ, но и в учреждениях дополнительного образования. Так, в Щелковской художественной школе для ребят подготовили особую программу. От творчества по мотивам сказок Пушкина и Джани Радари до музеев и выставок. А кто не занимается художественной школой? То есть вы просто записались в этот лагерь, да? Нам захотелось посмотреть, как здесь. Сначала у нас зарядка, потом мы идем на завтрак. После завтрака мы приходим и занимаемся творческой работой. Иногда гуляем. Мы делали макеты к сказкам Пушкина, ходили в музей. Большинство школ стараются дать ребятам возможность отдохнуть днем. А вот такие уютные спальни, например, появились в классах 16-й школы. У вас все дети? Все. Ну, представьте, они вот набегаются, на скальчатся, они ложатся. Засыпают все. Спят, будим их к четырем часам, потому что им надо полничать детей. Контроль, который делается в дневных лагерях и развитие детей в этом же случае получается, я считаю, это просто показательно замечательное. Я, конечно, пропагандировал бы это. Потому что наши дети должны быть не во дворе летом, а рядом, там, где можно заниматься и получать знания дополнительные какие-то. Досуг ребят в дневных лагерях столь же разнообразен, как и в обычных загородных. В новой школе поселения Свердловский любой ребенок может найти занятие себе по вкусу. От настольного хоккея и шашек до спортивных игр и конструктора. Из лего делаем отель. Вот у нас тут лев уже готов. Мы построили вышку, чтобы было смотреть на вора. Вот тут камера, тут тоже камера, тут бассейн и лодка. Туда можно прыгать. 288 ребят весело проводят первую смену в лагере «Юнармеец». После его реконструкции в 2015 году здесь появились не только комфортные спальни в корпусах, но и три новые спортивные площадки. Мы все сейчас делаем по максимуму на улице, потому что мы устали от дождя, чтобы дети дышали воздухом. Чем сегодня занимались? Играем. Танцевали. Угрушки ходили. А вечером что были? Дискотеки. Дискотеки. Да. Особое внимание депутаты уделили самому насущному для растущего организма вопросов – регулярному и вкусному питанию. «Юнармейцы» к этому моменту относятся ответственно. Каждое меню утверждается и проверяется в специальной комиссии. У нас здесь довольно вкусно кормят, мне все нравится. Старая добрая лесная сказка также принимает ребят. Несмотря на работу нового оздоровительного центра в Свердловском, лагерь, расположенный в деревне Литвинова, также полон. Там отдыхают 150 детей. Хочу похвастаться, конечно, что путевки у нас продаются, очередь занимается за три дня. И практически они продаются за один день. Посмотрели наши два совершенно разноплановых лагеря. Это юный армеец, недавно отреконструированный, и лесная сказка, которая традиционно пользуется спросом у жителей нашего Щелковского района. Дети везде довольны, детям очень нравится. Нигде я не услышала того, что, знаете, там плохо, хочу домой. Так что с уверенностью можно сказать, что для юных жителей Щелковского района лето началось весело и интересно. Всего в летнюю оздоровительную кампанию планируется вовлечь порядка пяти тысяч ребят. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.